Хлебнули проблем сегодня горожане и коммунальщики. Во всем городе с утра перебои с холодной водой. Ее или нет совсем, или течет по каплям. Особенно засуху ощутили жители Пионерского и Ботаники. Оказалось виной всему редкое природное явление, которого в Екатеринбурге не было несколько лет. Ретервуары с водой стали все равно, что коктейль со льдом. В причинах разбирался Тимур Насибулин. Вот смотрите, какой у нас напор. Вот весь напор еще и с перебоями. В час по чайной ложке. Вода в квартире Татьяны с утра бежит тонкой струйкой. Даже чайник не набрать. Не то, что ванну ребенку, сетует молодая мама. Ребенка маленького не искупать. Самим тоже не помыться, можно сказать. Перебои такие вот. Еще скучают часто. Наверное, авария, подумали жители. Однако в диспетчерском центре им сказали, все трубы в порядке. Кроме того, судя по сообщениям на городских форумах, вода из кранов едва сочится во всех районах города. Эту проблему сегодня почувствовали, наверное, все жители города. В некоторых местах холодная вода пропала полностью. Кое-где она осталась, но бежала тонкой струйкой. Причину перебоя в горожанам поспешили объяснить сотрудники водоканала. Оказалось, вода из кранов едва сочится из-за шуги, довольно редкого для Екатеринбурга явления. Водозаборники на фильтровальной станции, которая поит город, забили снегом и льдом. Водозаборное сооружение оборудовано водоочистными машинами, которые предварительно защищены сверхдерживающими решетками. Расстояние между решеток 100 мм, то есть достаточно большое расстояние. Но когда эта масса снега, воды и льда, скопившаяся, надвигается на эти решетки, она моментально облепляет и блокирует прохождение самой воды. Обычно это происходит весной, когда перепады температуры в течение дня значительны. Но нынче из-за аномальной погоды ЧП случилось в конце ноября. Из-за засора давление в трубах упало, и вода не протекает. Для того, чтобы очистить сооружение, их поливают горячей водой, разбирают и чистят вручную. Уже к вечеру проблема будет решена, говорят на станции. Теперь последствия шуги устраняют гораздо быстрее, благодаря новому оборудованию. Механизмы в каналах промываются более мощным напором кипятка. К тому же некоторые насосные станции нынче сделали запас воды. Так что жители, например, Юго-Запада перебоя практически не почувствовали. Егор Насибулин, Владимир Середа. Новости 41 канала.